Если перед планированием беременности, пройдя обследование в ЦИР, был назначен низкодозный аспирин из-за вероятного АФС, то при обычной жизни без беременности женщине 47 лет стоит ли принимать аспирин ежедневно для профилактики антифосфолипидного синдрома? В целом генетика и здоровье очень хорошие. Для пояснения, показатели крови, свертываемость, анализы по HLA, а также весь необходимый блок, прокомментированный на консультации доктором Гузовым, все в норме. Подозрения на вероятный АФС вызвали небольшие отклонения по тромбоцитам. Отклонения по тромбоцитам Это имеется в виду, что тромбоциты низкие при антифосфолипидном синдроме. Один из, ну такая зацепка, которую мы вот при анализе первичном, да, вот тех анализов, которые женщины приносят, анализ количества тромбоцитов, это тоже то, на что мы смотрим, да, вот при АЧТВ повышенном, допустим, есть подозрение на антифосфолипидный синдром и при снижении тромбоцитов. Тоже такой симптомчик лабораторный, при котором мы как бы себе такую заметочку, а нет ли здесь антифосфолипидного синдрома делаем. Есть ли никаких других отклонений, кроме маленького количества тромбоцитов, или небольших отклонений, да, по тромбоцитам, там тоже надо смотреть, нет, и все анализы хорошие. Если нет анамнезотромботического, если, да, нет каких-то провоцирующих, тем более, факторов, типа длительный, там, 12 часов перелет, или длительная иммобилизация, например, да, когда, там, месяц вдруг из-за какого-то перелома или почему-то еще требуется постельный режим, то обычно в такой ситуации назначение низкотозному аспирину не требуется при антифосфолипидном синдроме. Обычно низкотозный аспирин назначается при АФС, когда вот есть прямо уже такой махровый АФС, то есть когда есть антифосфолипидные антитела классические, да, такие, и они по всем вот этим критериям подтверждены, то есть есть положительные антитела, дважды полученные по лабораторным анализам с интервалом 12 недель-5 лет, и, да, какие-то тромботические, допустим, осложнения. Тот АФС, который в анамнезе, да, у человека, тогда это требует назначения, допустим, аспирина на постоянный прием. Антифосфолипидный синдром, который акушерский, он немного другой, да, и там тромботических осложнений, как правило, нет, хотя может быть и то, и другое. Здесь индивидуально надо смотреть, ну, потому что вы пишете, я думаю, что нет необходимости принимать аспирин постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok